Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 42-й главе книги пророка Иеремии. 42-я глава продолжает целую серию нарративов о событиях в Иерусалиме. Скорее всего, принадлежит она первому пророку Варуха, ученика Иеремии, который записывал рассказы о этих событиях, в которых принимает участие пророка Иеремия. Но гораздо важнее, конечно, что участие в этих событиях принимает не только сам пророк, но и Господь, к которому вот в 42-й главе обращаются иерусалимляне, оставшиеся после угона пленных в Вавилон. Потому что, конечно, в Вавилонии постарались угнать, увезти с собой все маломальски заметное в городе, ремесленников, книжников, князей, людей знатных, военачальников, всех тех людей, которые действительно составляют интеллектуальную элиту общества. Но кое-кто все-таки остался. Некоторое количество людей остались, им удалось избегнуть этого пленения. Этого пленения. И вот люди, которые оказались в каком-то смысле в неопределенном положении, когда непонятно, что делать. Идти на поклон к Вавилонскому царю, или оставаться на милость тех, в общем, крайне безответственных людей, которые остались в Иерусалиме, или будут наместниками, или вот есть возможность сбежать в Египет, соседнюю страну, которая, как кажется на данный момент, вроде бы еще не принимает участие в войнах. И это действительно выглядит возможностью избегнуть бедствий войны. Но не просто так принимают люди решение сбежать, уйти, уйти в Египет, а обращаются к пророку Иеремии военные начальники и знатные люди, и весь народ от малого до большого. Ну, весь народ, может быть, это и гипербола, но, тем не менее, многие люди, знатные люди, представители иудейского народа обращаются к пророку Иеремии и задают ему задачу. Вот он, они говорят, «Допадет пред лице Твое прошение наше, помолите о нас Господу Богу Твоему». С одной стороны, все понятно. Да, конечно, надо в этой ситуации неопределенности помолиться Господу Богу. Не очень понятно, почему они говорят Господу Богу Твоему, ведь вроде как это и их Бог тоже. Скорее всего, они до такой степени испуганы и внутренне отторгаются от всего того, что сделал Бог. Мы увидим дальше, на самом деле, некоторую внутреннюю неверность этих людей. Вот они, видимо, не готовы принимать происходящее с иудеей и с Иерусалимом, как действительно действие Божие для очищения Иерусалима. Поэтому они так говорят, вот помолись Господу Богу Твоему, о Котором Ты говоришь, от имени Которого Ты свидетельствуешь. Наш ли это Бог, это еще большой вопрос, судя по тому, что тут вот с нами происходит. Ну вот, хорошо. Помолись Господу Богу Твоему об этом остатке, потому что нас осталось мало, чтобы Господь Твой указал нам путь, по которому нам идти и то, что нам делать. Путь, по которому нам идти, в данном случае имеется в виду вовсе не путь духовного делания, а путь эвакуации, где вот найти гуманитарный коридор в сторону Вавилона на север, в сторону Египта на юг. Вот куда нам идти. И что нам делать? Вот, собственно, они просят, чтобы пророк помолился и спросил у Бога. И спросил у Бога. И Иеремия говорит, да, слышу, помолюсь Господу Богу. И все, что он ответит, объявлю вам и не скрою. И тогда эти люди, обратившиеся к Иеремии с просьбой о молитве, начинают обещать, обещать. Они говорят, вот Господь, да будет между нами свидетелем верным. Да, не клянитесь вовсе, вообще-то, конечно, говорит Слово Божие. Тем не менее, Господь, да будет между нами свидетелем, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Вот обязательно, обязательно. они обещают исполнить, еще не зная, что именно ответит Бог, они обещают исполнить то, что Бог скажет. Ну, в общем, это правильно, конечно же. Он Господь, конечно же, если уж ты берешься, тем более, спрашивать Его повелений или Его совета хотя бы, да, конечно, ты обещаешь исполнить то, что Бог скажет. послушаем все, чтобы нам было хорошо. Ладно, проходит десять дней, в течение которых Иеремия молится, ждет Слово от Бога, наверное, еще кто-то остался в Иерусалиме, кто тоже молится и просит в разумлении от Господа. И вот через десять дней Господь дает Иеремии слово. И это слово Господне вот какое. Так говорит Господь Бог Израиле, в Которому вы посылали меня, передает ее слова Иеремия. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю. Стало быть, Господь советует настоятельно, но все-таки советует этим самым остатком Израиля не уходить никуда, остаться в Вавилонской зоне оккупации под властью Вавилонского царя, да, да, конечно, чужеземный царь, оккупационная администрация, национальное достоинство, все прочее, все это, само собой, разумеется, но Господь говорит, останьтесь. Он и раньше ведь говорил о том, что для того, чтобы очистить сердце, надо пройти через этот опыт ничтожности и национального унижения, так же, как и те, кого угнали, вывел он с этой земли. Итак, Бог говорит, если останетесь, то я вас не разорю, насажу вас, не искореню, потому что я пожалел о том бедстве, которое сделал вам. Таким образом, в рамках парадигмы пророков той эпохи и библейских авторов, Бог, который единственное, активное, самостоятельное действующее лицо истории, он изгоняет, он жалеет об этом и он насаждает вновь Израиля. Я пожалел о том бедстве, какое сделал вам. Дело ведь не в том, что Бог сначала делает, потом думает. Нет, конечно, эти слова я сожалею о том бедствии говорят в первую очередь о том, что в задачу Бога не входило наказать и разорить Израиль, в задачу Бога входило его исправить, исцелить от беззакония и неправды. Далее Господь продолжает, но если вы скажете не хотим и не послушаетесь голоса Господа Бога и скажете, что мы пойдем в Египет, где войны не будет, то тогда меч, которого вы боитесь, настигнет вас там. Видимо, эти люди, которые обращались к Иеремии за словом от Господа, вполне хорошо понимали, что они хотят на самом деле, и поэтому Господь им говорит о том, что вот оставайтесь, а если вы как хотите это сделать, пойдете в землю египетскую, то тогда вот там настигнет вас бедствие, и те, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет, повернуться к Египту, умрут от меча, голода и муровой язвы, ни один из них не останется. И дальше Господь продолжает и говорит, вот как гнев моя, ярость моя, излились на жителей Иерусалима, так она, гнев и ярость моя, и зальется на тех, кто не послушается этого слова от Господа. Бог таким образом через Иеремию совершенно недвусмысленно предупреждает спрашивавших о последствиях нарушения того, что говорит Господь. И замечательно, что он говорит им, ну хорошо, вот вы послали людей к Иеремии, чтобы Иеремия за вас помолился, мне, говорит Господь, а потом не слушаете, зачем вы тогда вообще спрашивали, вы погрешили против самих себя, изменили самим себе, вот удивительное слово, которое говорит здесь Господь об этих самых растерянных людях, как кажется, но в то же время твердо знающих, какой ответ от Бога они хотели бы получить, вот вы погрешили против самих себя, потому что, ну вот действительно, это такой грех против собственного слова, когда они говорят, мы все исполним, мы все сделаем, а потом говорят, нет, нам не нравится, мы передумали, ну вот верность одна из самых важных вещей в жизни вообще и в Ветхом Завете в частности. в Ветхом